Городское самоуправление в России, в частности в Москве, берет начало с жалованной грамоты городам 1785 года. В этом документе впервые были провозглашены такие основополагающие принципы городского самоуправления, как всесословность выборных органов и право участия в выборах всех членов городского общества. Учреждался новый орган Московская Общая Городская Дума. Согласно грамоте, выборы гласных Общей Городской Думы проводились раз в три года по шести избирательным куриям. Такое положение просуществовало довольно долгое время. Только в 1862 году было принято положение, согласно которому право участия в выборах получали мужчины старше 21 года, при условии, что они проживали в Первопрестольной более двух лет и владели недвижимой собственностью или капиталом, приносящим не менее 100 рублей годового дохода. Выборы проходили по сословиям. Женщины в выборах не участвовали. Дума тех лет не обладала правом законодательной инициативы и была только совещательным органом. Сословность была отменена в 1870 году. Остался только имущественный ценз. Прошло 22 года, и избиратели разделили по представляемым интересам на владельцев недвижимой собственности, купцов и содержателей торговых и промышленных заведений, а также квартира нанимателей. Такое положение сохранялось до февральской эволюции 1917 года. По новым законам, принятым временным правительством, избирательными правами наделялись все жители Москвы в возрасте от 20 лет без различия пола и национальности, независимо от состояния и времени пребывания в городе. Дума теперь наделялась гораздо более широкими правами, нежели в царское время, но все равно оставалась только совещательным органом народного представительства. Однако в новом составе Московская Дума просуществовала совсем недолго. В ноябре 1917 года она была распущена большевиками. На смену ей пришел Московский городской совет народных депутатов. Институт Московской городской думы был возрожден президентским указом в конце 1993 года. Теперь Московская городская дума впервые стала высшим и единственно постоянно действующим законодательным органом государственной власти города Москвы. Она состоит из 45 депутатов, которые избираются по одномандатным округам на пятилетний срок. В июне 1995 года Московская городская дума приняла устав, то есть основной закон города, а в июле 2001 года – его новую редакцию. Основные направления и содержание законодательной деятельности думы определялись в соответствии с ключевыми ориентирами государственной политики, а также актуальными задачами социально-экономического развития столицы. Городским парламентом практически с нуля были созданы общая законодательная база, стройная и прозрачная бюджетная и налоговая система, не имеющая аналогов в других регионах, система социальной защиты. За 25 лет Московским парламентом было принято более 8 тысяч правовых актов различного уровня, в том числе избирательный, административный и градостроительный кодексы. Более двух тысяч городских законов, регулирующих отношения в финансовой сфере, в сфере городского хозяйства, государственной власти и местного самоуправления, а также касающихся областей труда, социального развития и культуры. Особое внимание уделяет Дума устным и письменным обращениям граждан, посвященным различным аспектам городской жизни. В них затрагивается более 300 тем. Основная часть из них касается решения жилищных вопросов, реализации градостроительной политики, реформирования жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования социального и пенсионного обеспечения, соблюдения законности и правопорядка, повышение уровня медицинского обслуживания и качества образования. Инициатива внесения наибольшего количества принятых законопроектов принадлежит мэру Москвы, депутатам, комиссиям и фракциям Думы. Принятые законы распределились по предметам регулирования следующим способом. Преобладающее число законов регулирует отношения в области организации государственной власти и местного самоуправления, в финансовой сфере, в сфере государственного хозяйства, в области законодательства о труде, социальном развитии и культуре. Если в 2011 году законотворческая деятельность депутатов Думы во многом определялась задачами расширения города за счет территорий, принадлежавших ранее Московской области, и распространения на них юрисдикции Москвы, то с 2012 года перед законодателями встали задачи быстрой и эффективной интеграции с мегаполисом во всех сферах жизнедеятельности. Так, практически в каждой сфере были приняты законы, направленные на реализацию интеграционных процессов, обеспечивающие единство законодательства, принципов и механизмов муниципального управления, нормативно-правового обеспечения жизнедеятельности присоединенных к Москве территорий, совершенствование бюджетной и налоговой политики, развитие социальной сферы столицы, улучшение условий повседневной жизни населения и осуществление предпринимательской деятельности. Другое важное направление парламентаризма – укрепление взаимодействия с гражданским обществом. В первую очередь это касается сложных вопросов, вызывающих общественные дискуссии, транспорта, строительства, развития городской структуры. Для любого парламента важна также преемственность в работе и качественное, стабильное функционирование парламентского аппарата, потому что, по словам действующего председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, законотворчество не терпит потрясений. «Если раньше мы писали новые законы, отметил в интервью первый председатель думы Владимир Платонов, то теперь в основном вносим изменения в уже действующие акты. Со стороны это выглядит достаточно рутинно, но как раз этим и должен заниматься парламентарий. Конечно, в такой работе не может быть планирования, дескать, 25% законов должны ежегодно меняться. Менять законы следует, исходя из потребностей государства и общества, либо если какая-то сфера еще не отрегулирована, либо если жизнь показала, что какую-то норму можно улучшить. Поэтому законодатель никогда не вытрет пот с лица и не скажет «все». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова